Есть в главе Экеев одно место, которое нам нужно, как воздух, и я думаю, что больше, чем воздух, больше, чем воздух. Есть известное место в Гмаре, где говорится, что все в руках небес, кроме богобоязненности, то есть удостоиться, допитать, бояться Всевышнего требует от нас нашей работы, мы не получаем это в подарок. И надо понимать, что богобоязненность – это то, что нам не хватает, как не хватает жизни. Если бы у нас сумели поднять уровень богобоязненности даже на какой-то небольшой дополнительный уровень, мы бы удержались от огромного количества грехов, но пришли бы к Ашашана и Юн Кипуру совершенно иначе. Совершенно иначе. Я же не говорю, что если исполнить заповеди бояться Всевышнего, помню об этом постоянно, как приводит Мишта Брура в первом параграфе. Абит Мишта Брура в первом параграфе. Абит Мишта Брура в первом параграфе. Абит Мишта Брура в первом параграфе. Я хочу коснуться тут двух вещей. Что такое ВАТО? Я переночил первый кусочек. ВАТО – это сейчас. А сейчас Израиль, что Всевышний, твой Бог, просит тебя, что требует от тебя? Только бояться Всевышнего. Дальше добавление. Что значит только это? Я хочу сказать одну вещь. Раши тут пишет. Часто этот стих не связан с текстом, который был до него. И так обычно его приводят, что основа всего – это боговязненность. Однако Раши здесь это связывает с тем, что сказано до этого. Он пишет следующую вещь. Хотя вы сделали все то дурное, что пишется раньше. Имеется в виду греха Глотового Терца. Тут он там водится. Милосердие Всевышнего и его любовь, помимо, осталась. И всего того, что вы согрешили, пишет Раши, Всевышний требует от вас только одного. Это боговязненность и то, что даже для этого следует. Тут написано величайшая вещь. Мы хотим удостоиться «Ксима Ксима Ксима Той». Тим достоиться записи в книги жизни, здоровьем, как состояние, хорошего сватовства, хороших детей. А если у нас есть много грехов, эти грехи побуждают свыше меру суда, а мера суда говорит, что ему это не полагается. ему полагается что-то другое. Что-то другое, не дай богу. И тут, говорит Раши, объясняет это место, что Всевышний от нас не просит ради искупления грехов ничего, кроме того, кроме того, кроме самого раскаяния и исповеди. И исповеди, понятно, это нужно. Чтобы на будущее мы приобрели богобоязненность и любовь к нему, и шли бы в путя. Я для себя из этого вывел большой, очень важный вывод. Есть такое понятие в наших святых книгах, что называется «шивата мишкан», буквально возвращение с весами, с весом. Что такое с весом? Не имеется в виду диета. Значит, человек, когда он грешил в чем-то, ради какого-то удовольствия, он должен как бы из себя отрыгнуть это удовольствие. И должен страдать постами и другими вещами, чтобы изжить из себя это то запретное удовольствие, которое он себя впитал. И реально нас на сегодня практически не касается. Если мы начнем сейчас заниматься отшивать мешкан, то мы начнем поститься и не кончим никогда. И понятно, что это не только с нами такое происходит. Это уже пишут об этом книга Мала Сатойру, что у нас сейчас нет возможности искупления таким образом. Основное искупление, напишем об этом, это трудно то. Тут говорится еще один, тут говорит на Всевышний другую вещь. Это не противоречит другому, что если мы трудимся над богобоязненностью и над тем, чтобы идти путем Всевышнего и любить Его, это единственное, что на Всевышний хочет, я это понимаю очень четко, мы можем расстроиться полного искупления грехов. Как это нам необходимо сейчас? Значит, мы приближаемся, приближаемся к Хоржа Шана, Енки-Попу. Прошедшие дни Бенеми Царим, Милу Теснин, 17 Томуза, 9 Ава, где мы никогда вдумались, кто больше, кто меньше, но вдумались и страдали от катастроф нашего народа. Это не просто так. Смысл того, что мы после этого, в этих дней, и в эти не самые эти дни сделали чего? Горнулись к Всевышнему и начали справляться. Мы читаем эту главу между 9 Мава и Роза Шана. Это то самое наставление, о котором я уже не раз говорил, что книга Дворим – это книга наставления исправления нас. Нам тут показывается путь, путь. Этот путь – это богобоязненность. Когда мы всматриваемся в нашу историю, мы вдумываемся в все перепития нашей истории и постигаем, к чему приводит грех. Это причина вдуматься в эти вещи и начать бояться грехов. Просто пример. В этом году, 17 июля, есть такая тяжелая дата. Тяжелая дата. Это 80 лет с начала Второй мировой войны. И нужно объяснять, насколько это тяжелая дата. А просто понимать одну вещь – не катастрофа, не Вторая мировая война, не Первая. Они пришли просто так. В главах, которые будем читать, в книге Дворим касается, в первую очередь, главки того, «Не цобь им во елах». Там все написано. «Написано страшнейшее проклятие, если мы отходим от Торы Всевышнего». Есть люди, которые задают вопрос. Один был Всевышний во время катастрофы. Всевышний во время катастрофы исполнял то, что он обещал. То, что он обещал, написано ясным текстом. Это страшнейшее проклятие, которое есть в той же книге Дворим. Нам необходимо это заново прочесть, вдуматься в эти вещи и обрести страх перед грехом. Понимаете, что грех – это не мелочь, это не просто так. Не просто так. То есть, когда мы видим страшнейшие перепития нашей истории, это не причина впадать в депрессию, это причина понять, углубиться в это и искать, как этих вещей избегать на будущее. И то, что он здесь говорится, это первое, что священное от нас требует Всевышний, для того, чтобы вернулись к благобоязненности. Всего хорошего. Это прекрасно. Это прекрасно. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...